Всем привет! Давайте поговорим о скале без GVC. Кто-нибудь пытался подконнектиться к базам данных без GVC через скалу? Ну и как ваши результаты? А ваши? Не очень? Отлично. Да, примерно про это мы сейчас и поговорим. Еще раз привет. Меня зовут Селезнев Артем. Соответственно, я аналитик больших данных в Мегафоне. Аналитик, который стал скалоразработчиком, убежав от Python, от этого языка библиотек бесконечных, где можно набирать все что угодно, и влюбился в красоту скалы, довольно молодого языка. Но у него есть большие плюсы. Об этих плюсах мы сейчас с вами поговорим. И посмотрим, что можно сделать, чтобы научить скалу получать данные из базы данных без Java Connect. Почему вообще пришла такая идея? Идея пришла, потому что я, соответственно, убежал из Python через Spark. Наверное, все так делают. У меня есть Spark, который обслуживает HDFS совместно с Hadoop. Что еще я делаю? Чтобы подконнектиться к Oracle базе данных, я использую вот такой интересный коннектор. Я тестирую эти соединения. И свои тесты иногда приходится делать очень абстрактные или, например, получать какие-то отдельные типы данных. Например, получить табличку, всю табличку, но только где есть инты. Есть инты определенной длины и тому подобное. Параллельно с этим все эти инструменты, особенно Hadoop, он очень хорошо тестируемый, но при этом, кстати, небезопасный. Еще иногда приходится использовать вот такой замечательный инструмент, который называется Beeline CLI. Кто не знает, что это такое? Это Hive, да, наш любимый, молодцы. Это не то, что мы в мегафоне используем Beeline, конечно же. Ну и, соответственно, вот здесь вот табло – это просто очень красивый визуализатор, на мой взгляд, нашей статистики. Но здесь есть один инструмент, который мне очень не нравится. Внутри, чтобы обратиться из Spark в любую базу данных, надо использовать Java Connector. И это очень большая проблема, Java Connector для меня, потому что он замедлял мое тестирование, он замедлял мое обращение к данным, и мне приходилось каким-то образом обращаться еще. Я начал думать, я посмотрел стандартный обычный запрос к базе данных, например, Postgres. Есть тут фанаты Postgre. Отлично, супер. Мне тоже очень нравится, особенно за их тип обращений, но не за тип обращений с IP-адресами. Но здесь мне не понравилась одна единственная вещь. Java Connector заставляет вас всегда создавать опцию, где вы пишете URL какой-то, и Java Connector к Postgres, к любой базе данных. И тогда я подумал, что еще есть. И оказывается, что во всех тех коннекторах или во всех тех устройствах, которые позволяют вам соединяться с базами данных, есть тоже Java Connector. Внутри есть тоже Java Connector. И это была большая беда, потому что обычная логика соединения нам гласит, что здесь-то у нас мы пишем обращение URL, мы пишем адрес нахождения нашей базы данных, даже если это на локальном машине. Отлично. У нас есть логика соединения, где мы, обращаясь не напрямую к каким-то специальным инструментам, а непосредственно в сеть. Но если мы все равно обращаемся и идем до уровня сети, посылаем реквесты и получаем респонсы, то есть используя все равно сетевые соединения и протоколы, которые там есть, зачем мы тогда используем еще какой-то сторонний коннектор, который нам, ну, прежде всего мне, например, мешал тестировать данные. Отлично. Возможно ли обратиться к базе данных еще как-то? Оказалось, возможно. То есть в документации, к Oracle, к Postgres, есть специальная глава, вот здесь вот это не мой косяк, не волнуйтесь, это я специально прямо сделал скрином, что можно... Есть описание того, как обратиться к базе данных посредством протоколов. Окей, если это можно сделать, давайте подумаем, как это можно сделать легко, как это можно сделать быстро. И поскольку до этого у меня есть опыт работы с питоном, значит, есть наверняка какие-то инструменты, то есть надо набрать шаблоны, некоторый набор шаблонов, чтобы их переделать в свою работу. Шаблоны позволяют быстро мыслить, потому что уже кто-то за тебя подумал. Вот. Для тех, кто не любит думать, наверное. Но это не так, потому что раз мы будем общаться с сети, я решил взять шаблон, который предлагает нам модель TCP IP. Это сетевая модель по взаимодействию. И я такой, так, давайте подумаем, как можно переложить это. Как можно переложить скалу, чтобы она обратилась к базе данных посредством сети, используя аналог какой-то модели. В данном случае TCP IP. Она мне понравилась, потому что за четырех стейджов из четырех шагов всего лишь, в отличие от модели OSI, к примеру, она тоже сетевая. Но, окей. Что нам самое первое? Что нужно сделать? Обратиться к протоколам. И вы, как опыт, наверняка уже это сделали. Нам нужно обратиться к протоколам и поработать с ними. Но надо набрать набор правил, который позволяет нам обрабатывать эти протоколы. Значит, первое, что у нас идет в протоколах, это обращение к сокету. Отлично. Представим себе, что... Вот здесь, кстати, на входе были интересные стикеры по cats-эффекту. Кто-нибудь взял их? Нет? Как раз. Отлично. Смотрите, давайте расценивать так, что по обращению к сокетам нам надо придумать какую-то собственную монаду. Набор монад можно забрать из cats-эффекта. Либо просто из библиотеки cats, где мы с вами из этих монад будем собирать некоторые шаблоны обращения. Шаблон в данном случае будем рассматривать как трейд. Шаблон обращения в сокете мы можем взять из библиотеки FS2, которая подскажет нам, как обращаться, куда поставить эти монады из cats-эффекта так, чтобы они работали эффективно и мы могли обращаться на уровень протоколов сети. Как это работает? Нам нужны дальше подсказки и сама FS2 выдает нам подсказки. Она нам позволяет создать вот такой простой трейд, в котором у нас есть сразу две подсказки, которые сделали просто всю дальнейшую работу. Что за подсказки? Первое, то что мы будем работать не с какими-то определенными данными, мы будем работать с байтами. То есть у нас будут дальше только байты. Ну и что еще может быть на уровне сети, конечно. И вторая подсказка, которая сначала сделала самую большую сложность, а потом она сделала самую большую легкость, можно так сказать. Это обращение с chunks. Я долго думал, что же здесь такое за chunk-size. И потом оказалось, что это просто обращение с векторами, как мы дальше посмотрим. Окей, значит, мы создаем некоторый шаблон, в котором мы должны обрабатывать приходящие и уходящие биты, разделив их при этом на чанки, то есть на небольшие отрезки. Как это сделать? Ну, соответственно, одним трейдом сытный будешь. Надо как-то сделать так, чтобы они работали вместе. И давайте попробуем сделать из этого, опять используя FS2, если там есть возможность, а там она, оказывается, была. Наберем некоторую сокет-группу, и в этой сокет-группе мы уже проработаем со многими трейдами. И здесь открывается вся красота скалы, которая скрывается, условно говоря, или недоступна, чтобы посмотреть из каких-то других инструментов. В чем заключается эта красота? В скалу можно сразу импортировать из Java, извините, это так, ради смеха, из Java. И здесь это окончательно заставило меня влюбиться в этот язык, что мы можем сокет-группу создать на основе классов асинхронности, которые представлены в Java. И, на мой взгляд, это лучшие классы, которые можно будет использовать, особенно если при работе с базой данных. В нашем случае просто пересоздать эти параметры, где у нас каждый чанк, каждый объект группы, он превращается в буфер. Из каждой Keep Alive, это то есть общение с этой базой, то есть продолжение сохранения общения у нас переходят из тайм-аунтов в Keep Alive. Все трейды, которые вы там напишите, может быть, вы будете работать не с одной базой, либо у вас появится какой-то свой собственный шаблон в голове, отличающийся от моего. Вы сможете это сделать так. Отлично. Но давайте вспомним. У нас же есть чанки, наши с вами байты. То есть как же их обработать? И здесь не зря мы в самом начале взяли эту модель TCP IP. Почему? Потому что у нас с вами в сети у нас пакетная передача данных. То есть TCP IP живет в области знаний о пакетной передаче данных. И мы получаем вот такую вот неинтересную вещь, которую не так интересно смотреть, как на этой картинке даже, а еще хуже ее читать. И мы здесь видим, что у нас прямо указана длина даты, то есть той, которую мы получаем, и сама непосредственно дата. То есть у нас chunk size уже непосредственно определен. Нам не надо эмпирически или как-то угадывать, что же у нас за chunk size. Мы просто будем читать каждый, он же и буфер size. Мы просто будем читать каждый, находить каждую длину даты, которую нам, каждую длину даты и как-то ее превращать. Во что мы ее должны превратить? Мы должны ее превратить в вектор. И это очень классно, потому что наверняка кто сталкивался особенно с машинным обучением, вы там часто с векторами, и до этого я занимался именно машинным обучением. Вот, я получил вектор, который мне необходимо как-то было обработать. Но как его обработать? В этом была у меня подсказка скрыта здесь. Когда-то я взаимодействовал тоже с оборудованием, где мне надо было вектором ограничивать IP-адреса и находить их. И я увидел здесь очень интересную вещь. Какую интересную вещь я здесь видел? То есть я же тоже так же передал вектора, но при этом я ограничивал, условно говоря, мапил, просто проверял, подходят ли объекты, которые содержатся в этом векторе, под IP-адрес. То есть я ограничивал это по длине, я ограничивал это по тем элементам, которые могут быть. Там, соответственно, могут быть элементы от 0 до 9, и все больше никаких. Ну и соответственно, окей, если это набор векторов, то есть давайте посмотрим, как мы можем это обработать. Давайте представим, что мы можем придумать трейд под бит-вектор, который даст нам интересные ответы. Где ответы эти лежат? И оказалось, что и на это тоже есть ответ. Мы можем с вами использовать скодек. Кто-нибудь использовал такую библиотеку? О, отлично! Скодек позволяет нам использовать... Кстати, это очень редкий подъем рук, хочу заметить. Скодек очень редко пользуют. То, что мы здесь можем создать длину, обработать, и сразу же дату преобразовать в вектор. То есть, условно говоря, мы можем создать некоторые сообщения, из вектора преобразовать это все в некоторые сообщения. Все очень хорошо, но мы должны просто явно указать. Например, мы хотим на данный момент из этого сообщения получать только интовые, только в int32. Вот, мы говорим, что у нас в вектора должны лежать вектор, и то, что наполняет этот вектор, лежит всегда в байтах, которые находятся в области int32. Окей, и дальше мы с вами, прочитав этот вектор, должны его смапить. Как это делается? Из объектов, которые мы можем получить, мы создаем набор битов, и каждый бит мапим с теми данными, которые вы хотите получать. Например, вы записываете набор intов, вы записываете набор стрингов и тому подобное. Интересно здесь то, что ответ на вопрос, как сделать дальше, пришел очень неожиданно. Существует интересная, разрабатываемая библиотека Skunk, людьми, которые занимаются анализом и исследованием космоса. Вот. Они тоже задумались об этой ситуации, и Skunk дает ответ, как, например, декодировать. То есть Skunk в себе содержит набор декодеров, где уже есть четкое описание того, что вы должны получать. И это очень классно. Это получились хорошие, интересные объекты. И главное, что это работает достаточно быстро. Хорошо. Значит, у нас есть типы. Типы мы получаем через декодирование. Если вы хотите создать для себя свой собственный тип, вы можете придумать себе собственную монаду и заложить ее в трейд. И помимо этого, не забывайте о том, что у вас есть интересная библиотека Cats Effect, либо же сама Java под капотом. Пожалуйста. Из набора вектора вы придумываете большое количество месседжей. Вы собираете, из каждого вектора собираете сообщение, и потом выводите это уже на экран. Все довольно просто. Но как повторить этот процесс в обратном порядке? Оказалось, что здесь самое интересное. Используя некоторый набор данных, то есть некоторые готовые библиотеки, которые создают шаблоны, и самому действуя по шаблону от TCP IB, можно было бы сделать обратный процесс. Мы с вами делаем шаг назад в сторону FS2, шаг назад в сторону Cats Effect и получаете обратно те же самые байты, которые вы можете прямо передать в сеть, и ваша база данных их прочитает. С той стороны базы данных вы не должны об этом заботиться. Вы заботитесь только, как передать эти свои данные или свой запрос в битовом формате. Отлично. Но и здесь были на самом деле сложности, которые позволили решить и создать интересный инструмент, который, как результат, мы с вами можем понять, используя это, действительно хорошо или плохо работать с базой данных через сеть. На самом деле очень хорошо. Почему? Потому что вы получаете не просто набор, а целый зоопарк решений, которые позволяют вам обходить Java-коннекторы и работать с базой данных напрямую с сетью. Вы уже для своего тестирования, например, как я, вы не получаете какого-то замкнутого инструмента. И самое интересное здесь то, что вы можете получить набор винтов. Вы можете получить, например, хочу получать строку только, которая какого-то ограниченного формата и тому подобное. Это очень интересно. Почему? Потому что к вам может прийти какой-нибудь интересный джун. Ну, вдруг. И вы хотите задать ему квест. Это как самый лучший вариант. Либо же вы можете его ограничить каким-то форматом. Например, вы не хотите, чтобы он читал строку, где имя, фамилия ваших клиентов. Ну, потому что вы не уверены в этом джуне, да, к примеру. Или вы хотите, чтобы он только знал первую и вторую букву от фамилии. Вот. И вы можете создать инструмент с ограничением. Вы можете создать персональный. На основе монат из Cat Effect, на основе FS 2.0 и кодека вы можете создать инструмент с ограничением, о котором ваш новый пользователь даже не узнает. Ну, или ваш джун даже не узнает. Он будет работать в среде, просто будет получать такие данные, какие вы хотите ему представить. Но при этом он не будет чувствовать ограничений. Это очень удобно, когда вы создаете максимально благоприятную среду для своего пользователя. Или для своего, там, непосредственно подчиненного. Ну, если вы в нем еще не уверены. Ну, и, конечно же, как оказалось, эту работу тоже уже ведут. То есть, есть люди, которые используют либо недовольные тем, что Java Connector – это один из старейших инструментов, который используется в Java, и есть, которые недовольны тем, что, ну, не очень он как-то работает, нечитаемые ошибки и тому подобное. Вот, например, Роб Норрис. Я рекомендую вам его работая, знакомиться. Он тоже создает на основе FS2, он создает себе собственную разработку, называется Skunk. И это очень интересно, потому что можно будет получать те данные. у него очень State of Art-овский, очень классные изменения, и у него есть много чему поучиться в направлении работы без Java Connector. Ну, и, конечно же, можно поучиться у нас, у микрофона тоже. Ребята, давайте создавать интересные тестирования, давайте тестировать с ограничениями, и, конечно же, давайте сделать еще более интересные коннекты из участия. Спасибо вам огромное. У нас есть время для вопросов. Вот, вижу первый вопрос. Спасибо за доклад. Хотелось бы уточнить, насколько мне известно, одно из главных ограничений GDBC – его синхронность. Вы как-то, получается, удалось ли добиться вам асинхронности в вашем доступе в базе данных? И стремились ли вы к этому, или вообще это не было целью? Это не было целью, вот. Но по поводу асинхронности, для меня это, ну, прежде всего, это не было целью. Конечно же, моя, но я… Одна проблема возникла, которая, в принципе, у меня… мне не хотелось включать асинхронность, потому что я не мог блокировать там запросы к базе данных и, например, забирать все ресурсы на общение только со мной. То есть я не мог запушить максимально много запросов в одну базу данных, потому что помимо моих тестов, помимо моей работы, есть еще большое количество аналитиков, которые хотят общаться. То есть у меня не замкнутая среда, и я работаю в ограниченных ресурсах. Вот из-за этого. Но вообще это возможно, наверное, добиться? Да, возможно. Я могу. Останетесь, расскажете. А эта штука в проде работает? Это используется только для теста. Вот. Почему для теста? Потому что мы оптимизируем… Мы ищем какие-то оптимальные пути вокруг работы с базами данных. Вот. У нас 77 миллионов пользователей. Вот. И вероятно то, что как… Я знаю, что над сканком он, например, два года уже работает просто. Вот. Вероятно, что в дальнейшем мы сделаем тоже как-нибудь в прот. То есть тест чего? Тест окружения? Тест аналитики? Это… Какой тест? Тест именно… Тест скорости аналитики. Ну, то есть скорости обработки данных. То есть, условно говоря, если я ограничу сразу запрос тем, что я могу получать данные только из… В общем, я хочу получать только колонки, к примеру. Вот. Я хочу разрешить работать только с колонками, которые интовые. И хочу, чтобы пользователь не знал о них. Насколько это будет быстрее, если он не будет знать, что там еще есть базы данных, что ему не надо писать за ограничения и тому подобное. Это просто тесты, например, насколько в Tableau мне будет выгружаться что-то быстрее, там, без Java Connector, к примеру. Вот так быстрее получилось, чем… Частично быстрее. А вот здесь очень интересно, что получилось быстрее, но, например, в платные инструменты, как Oracle и Tableau, да, то есть дальше своей среды, дальше как аналитикам я выдать не могу. Потому что они… Ну, это не как Postgres, где я могу заменить со всех сторон и почитать это. А получилось быстрее ненамного. Там порядка 1,3-1,4 там в раз. Ну, то есть в раз быстрее, но это не очень много для большой аналитики. Хинт, написать хинт параллель 8, там в Oracle намного быстрее, к примеру, чем делать эту штуку. Мне просто стало интересно, возможно ли это и какие еще я могу инструменты использовать. Вот. Еще вопросы? Давайте. Спасибо за доклад. На самом деле, я правильно понимаю, что вы сделали точно такую же штуку, которую Рубнорис пилит уже два года? На самом деле, вот здесь очень интересно, что я только готовясь к этому докладу, узнал о работе Норриса. Понятно. Вот. И мы сделали немножко не такую вещь. Вот. То есть он это пилит как небольшое, он пилит как инструмент, который позволяет универсально коннектиться к любой базе данных. По-моему, нет. Насколько я знаю, только к Postgres. Только к Postgres, да. Он говорит, что хочет сделать круто, но только к Postgres. Но для Postgres, да. Вот. А мы, соответственно, делим, пилим такую вещь, чтобы можно было подключиться к кому угодно, когда угодно. И, прежде всего, это ограничение для коннектов. То есть определенный вид данных выдавать. Вот. Просто мы пошли по этому пути. Это было очень интересно, потому что мы пошли по одному и тому же пути. Все было очень классно. И интерес заключается в том, что, подав доклад на скалу, опрулив его, вот, мы начинали общаться с людьми. И нам такие, круто, вот еще есть Норрис с Канкой. И вот я последнее решение, кстати, переделал на Норриса работу, потому что, ну, я считаю, что он очень прям красавчик. Он прям, знаешь, я пересмотрел его видео все, и я даже, ну, как-то… Очень-очень тяжело бывшему питонисту вылезти из среды питониста, потому что у тебя до сих пор YouTube весь забит людьми, которые вот еще с питоном пишут. Вот. Ему очень большое спасибо за то, что он уже сделал эти работы. Многое из его работы. Вот мы сейчас пытаемся посмотреть, что он наделал. Но это open source. Так что… Вот. Мы поделимся с ними. Мы ему уже, кстати, написали. Этот коннектор – это вещь в себе, или ее можно использовать с чем-нибудь еще? То есть могу, допустим, ли я использовать этот коннектор там, с дубями там или еще с какими-то другими… Вещь в себе. Вещь в себе, да. Это есть такая небольшая проблема. Это хорошая исследовательская работа до того, когда Роб Норрис тоже сделал эту работу. Вот. Так что вот так. Есть еще вопросы? Нет вопросов. Отлично. Тогда еще раз давайте скажем спасибо Артему. Спасибо вам тоже. Спасибо. Артем, это тебе от конференции. Спасибо. И скажи, пожалуйста, кто понравился тебе больше всего? Вопрос какой больше всего понравился? Мне понравился… Вот. А только один подарок у нас, да? Да, только один. К сожалению. Давайте мы сделаем с вами, знаете, каким образом? Вот. Вы же с одной компанией, да? Вот. Давайте, Егор, мы вам сделаем подарок, а вы подойдете, и мы вам сделаем просто очень Роба Норриса, обожаю в последнее время, за то, что вы еще смотрите. Вот. Войдете у нас в Powerbank. Вот. Супер. Вот. Так что давайте Егору. Спасибо за вопрос. О, кстати, Глека и Малгоритмы. Это, кстати, очень интересная книжка. Кто-нибудь знаком с Глека и Малгоритмы? Отлично. Там есть одна задачка, которая, кстати, очень сложно решается, про графы. Вот. Если вы с ней не справитесь, там, на мой взгляд, просто я с кого знаю, там примерно только 3% решили эту задачку про графы. Вот. Если не знаете, в Мегафон не идите, да? Ага. Нет. Вы можете прийти к нам, решить ее у нас на собеседование. Вот. И посмотреть, возможно, вы пройдете. Спасибо вам огромное. Я был очень рад вас видеть. Спасибо вам за классный день. Всего доброго вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok